Здравствуйте! С вами Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого и в студии я Екатерина Аксенова. 24 марта в Центральном академическом театре Российской армии прошла церемония вручения премии Минобороны России в области культуры и искусства. В этом году конкурсной комиссией по присуждению премии отмечены два проекта Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого. В номинации «Музейно-выставочная деятельность» члены авторского коллектива ЦВММ во главе с директором Центрального военно-морского музея Русланом Нехаем удостоены благодарности директора Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации Артема Горнова за выставку под штандартом Петра Великого к 350-летию со дня рождения императора Петра I, а также в номинации «Литературное творчество и издательское дело» за альбом под штандартом Петра Великого. В апреле 2022 года Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого представил зрителю самую масштабную выставку года под штандартом Петра Великого, насчитывающую около 700 экспонатов, в том числе хранящих теплорук первого российского императора основателя ЦВММ. Выставка рассказывала об исполнении мечты. Юный царь мечтал, чтобы российские корабли могли свободно ходить по морям. Царь-реформатор заставил всю страну многие десятилетия бороться за воплощение этой мечты, в итоге превратив патриархальную Московию в могучую Российскую империю. На выставке, разворачивающейся в пяти из шести залов Центра временных выставок ЦВММ, акцент сделан на раскрытие характера и талантов будущего императора. Малоизвестные факты, бытовые детали, предметы, окружавшие Петра I, оружие, модели и подлинные элементы кораблей, предметы искусства, книги формируют образ человека большой силы духа, воина, полководца и флотоводца, мечтателя и реформатора. Продолжением самого успешного выставочного проекта ЦВММ 2022 года стал выпуск одноименного художественного альбома, ставшего своеобразным путеводителем по выставке. В альбом вошли самые яркие фотографии уникальной коллекции подлинных вещей, принадлежавших лично Петру, а также редких предметов его эпохи. Издание знакомит с миром вещей русского императора, служивших ему для достижения намеченных целей, моделями кораблей и их чертежами, книгами, географическими картами, инструментами, оружием и, конечно, с легендарным ботиком Петра I, дедушкой русского флота. Чествование деятелей искусства проходило в преддверии Дня работника культуры, который отмечается 25 марта в Центральном академическом театре российской армии. Премия Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства присуждается за произведения и творческие проекты, способствующие военно-патриотическому воспитанию граждан России, а также за значительный вклад в развитие культуры в вооруженных силах. Премия присуждается по девяти номинациям – литературное творчество и издательское дело, музыкальное искусство, театральное искусство, изобразительное и монументальное искусство, музейно-выставочная деятельность, культурно-просветительские проекты, искусство кино и анимации, за вклад в развитие культуры, культурно-шефская работа. В 2023 году премия присуждалась в седьмой раз. В разные годы лауреатами премии становились выдающиеся деятели культуры и искусства. Церемонию вручения наград открыл заместитель министра обороны Российской Федерации, начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-полковник Виктор Горемыкин, передав слова поздравления министра обороны Российской Федерации, генерала армии Сергея Шойгу. В церемонии также приняли участие статс-секретарь, заместитель министра обороны России Николай Панков и заместитель министра обороны России Александр Фомин. Приглашаем вас на наши выставки. Приходите, оставайтесь с нами. С вами был Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого и в студии я Екатерина Аксенова.